Добрый солнечный денек, дорогие друзья! Смотрите, надо градуски 26, а у меня показывало возле дома 27. Реальная жара пришла в Анапу, пришел и южный ветер, который как раз-таки теплой массы воздуха приносит к нам. На берегу будет немножечко прохладнее, но мы сейчас отправляемся на речку Можипсин. Там вернули русло реки на место, и мы немножко закатим на кайтинге. Вот такая красота, друзья! Ну и сегодня я расскажу вам, как прошла моя работа. И почему-то так быстро закончилось. На Симферопинском шоссе у нас здесь флаг России, весит большой, видите, как он практически прямо стоит. Это говорит о том, что, возможно, ветра хватит. Даже на мой вес немножко покататься, хоть и падает, но все равно еще надо больше, чем остальным. Я ведь самый толстый кайтер Анапского побережья. Лебеди у нас здесь плавнее, уже все перебрались в Анапу. Мужчина на рыбалку в майке приехал, и зеленые деревья хотел вам показать. Клакучие ивы, прям красивые. По работе вчера пришел работать в город Мира. Мне там, честно, очень понравился. Отель классный, большой, бассейны. Один бассейн с подогревом. Сейчас вы видите на экране видео, сколько людей там вчера купалось. Поток народа очень большой. Ну и по работе все получилось. Но потом под вечер узнали, что я блогер. И буквально через полчаса рабочие места закончились. Хотя результаты у меня были вчера очень хорошие, ошеломляющие, так можно сказать. Потому что и опыт большущий, и оборудование хорошее, на котором работаю. Ну вот опять я вольная птица, ребятки. Блогеров-то работу не хотят брать, боятся, что что-нибудь не то с ними. А я в шоу просто поработать, поменять вот своих мыслей. И это получилось сегодня у меня прям позитив-позитивный. Потому что все, что делаешь, получается. И это тоже благодаря вам. Так что, ребята, остался безработный. Как и был. Такие дела. Ждем лето и приглашаю вас всех на фотосессии. Сделаю для вас красивейшие фото и по гораздо более низким ценам, чем в отеле. Я продолжаю тащиться от вот этого вот всего буйства красок и красоты, который Зеленстрой у нас организовал. Здесь и тюльпаны, и анютины глазки, и одуванчики. Зеленая уже скошенная травка. В общем, одна сплошная красота, друзья. Она подждет своих гостей очень сильно. И все больше зеленых деревьев. Там же и березы одеваются, не только плакучие ивы. На Симферопольском шоссе здесь очень быстро идет стройка. Это у нас жилой комплекс, который называется Песчаный. Огромное количество машин, работников. Одна из моих подписчиц думает о том, чтобы прикупить здесь жилье. А что, до моря недалеко. Местечко, в принципе, хорошее. Здесь Аэро находится, поэтому они пляжами не пользуются. Так что на пляжах места предостаточно. Ну и Джимоте рядом. Включите, что вы думаете по поводу этого ЖК. Будет интересно узнать ваше мнение. Смотрите, как меняется температура. Ближе к морю подъезжаем. Вот начинался с 27, уже 24 показывает. В дальних районах края сегодня будет температура гораздо выше, потому что они находятся дальше от моря. Море у нас сейчас как холодильник. Оно держит температуру. За счет этого высоких показателей мы не увидим. Но, допустим, в Крыму, в центральной его части, там тот же самый Белогорщ сегодня прогнозирует 30 градусов. А то может быть и больше. Представляете, какие температуры пришли на юг. Красота. Заезжаем в Джимоте. Здесь на пионерском машине много. Идут и подготовительные работы к сезону. Ну и, в принципе, люди приезжают к нам уже по телефону на отдых. Ну и ЖК, вот так, как этот на пионерском, у нас тоже заполнены людьми, в которых живут люди круглогодично. А летом сдают уже посуточно в летний сезон. С правой стороны у нас находится аквапарк Тики-Так. И это у нас джимотинский проезд. Здесь тоже большое количество транспортных средств в платьишках дамы. И вот так вот выглядит стройка. Такое ощущение, она немножко замерла. Хотя вот дальнюю часть там уже потихонечку остекляют. Здесь появился магнит. Но он еще не в этом году, а ранее. Но он пользуется популярностью. Парковка вся занята. Это Солнечный остров. Парк аттракционов называется местечком. Улица Железнодорожная. За ней идут строительства новых апартаментов. Здесь у нас возле роты ДПС, как всегда, огромное количество транспортных средств находится. И некоторые варечки даже работают и сейчас. Какой-то глобальной подготовки пока к сезону мы не видим. Но я думаю, что вот-вот все начнется. И все позеленеет, как говорится, и работы будут идти более бойко. Просто к сезону обычно готовятся с конца апреля, а то и с середины мая. Тоже наши отдыхающие. По ним видно. Вот не знаю почему, я сразу вижу людей, которые приехали на воду. Вот еще одна парочка прогуливается. Ну вот так в Джимоте, как видите, людей не очень много. В принципе, и машины закончились. Основной поток, наверное, в роту ДПС, в принципе, у нас и был. Здесь приезжаем, с левой стороны у нас пансионат Джимоте. Находится туда уральский проезд Фея 2. Это уральские самоцветы. И самая главная часть Джимоте, улица Ростовская. Кстати, здесь ветер уже ощущается гораздо сильнее. Здесь Анапский мыс меньше защищает нас от ветра. Это проход через уральские самоцветы. Кроме даже люди гуляют. Ну и то место, куда в Джимоте приходит каждый. Здесь расположено большое количество развлекательных заведений. Вот отель Сандэ есть у нас на обзоре. Отель Клим есть на обзоре. И пока все, к сожалению, закрыто. Хотя вот некоторые точки уже готовят сезон. С правой стороны магнит и пятерочка. В левую сторону первый проезд. Но он полностью пустой. Людей на нем не видно. Ну вот так вот выглядит сейчас Джимоте. Здесь я тоже вижу гуляющих людей. Причем некоторые из них похожи на отдыхающих. Парень снял куртку, остался в одной майке, сидит, загорает. Проехали. Основной частный сектор Джимоте. С левой стороны у нас пансионат Юбилейный. Там тоже люди вижу и есть. В скором времени сюда будут уже заезжать дети на отдых. Летние, весенние. Думаю, с такой погодой это случится очень скоро. В Жемчужине России детей отдыхает много. Вчера, когда ходил на пляж в Санкт-Петербурге, я в город мира видел их там. Прям радует меня, что наши детки приезжают, оздоравливаются. Единственное, что сейчас в основном это все с края. По каким-то субсидиям приезжают дети. И вот в отель тоже очень много людей приезжает. Но там в основном, по крайней мере, с кем я пообщался, были люди именно с нашего, с Краснодарского края. Делают скидки. И люди приезжают в СПА, отдых там, на All-Inclusive, отдохнуть. Провезти вот девушку вчера, вторую, которая фотографировала с дочкой. Они приехали праздновать день рождения. То есть почему бы и нет. Говорит, нам нравится. Мы не первый раз приезжаем. Гостевой проезд. Торговые виды некоторые открываются по левой стороне. Значит, они в этом году все-таки будут работать. Ну и здесь наше местечко курортного отеля Олимп. Он будет далее по правой стороне у нас. Тоже машин много. Люди присутствуют. По-моему, Олимп у нас должен уже или работать, или тоже в ближайшее время запускаться. Так что даже в межсезонье у нас наши места начинают за счет отелей все включено. Пользоваться популярностью. Нет, отель Олимп пока закрыт. Вроде бы там движения нет. Здесь у нас какая-то глобальная стройка идет. Кривой проход проехали. И, собственно, выезжаем в район Фей-3. Ну, вот так вот выглядит Джима-Тэ. Надеюсь, что такая прогулочка вам понравилась. Посмотрели, как говорится, голубом по Европам. Здесь скоро проложат до конца коммуникации. И приведут, надеюсь, все в порядок, как это и было. Какие-то кабеля тут. Увеличивают электрические мощности. Ну и разговариваем вместе с вами. Мы доехали до Сибор-Юга. Он тоже пользуется популярностью. Потому что и сейчас здесь люди на территории, вижу, отдыхают. Ну и по машинам, которые здесь стоят, можно об этом судить. Заезжаем на реку Можипсин. Под арку Лазурный берег. С дорогой здесь никаких улучшений, в принципе, нет. Ну, машин тоже много. Как говорили, все готовятся потихоньку к сезону. Хотят его начать в этом году 100% пораньше. Температура у моря упала до 21 градуса. Само море сегодня с утра показало 14 градусов. Посмотрим, сколько будет сейчас. На самой реке Можипсин тоже, как и сказал, мы видим с вами выпрямление русла. Подготавливают пляжи, подровняли песок, чтобы, кажется, всю коммерцию можно было разместить здесь. Ну, честно, рановато готовят пляжи, потому что ими пользоваться особо никто не будет. Но шторма придут и вернутся, как и было. Они еще у нас обычно до лета бывают довольно-таки часто. Ну, будем надеяться, что в этом году будет не так. Будет жара, красота, тепло, и все будет классно. И полетел. Там у нас Александр, даже на девяточке. Раздает потихоньку море чистое. Как я сказал, сегодня теплое. Берега, правда, после шторма пока еще печальные, но их убирают. Там, где бег свой начинаю, уже все чистое. Потихоньку двигаются в сторону Витязева. Красота. Морюшка, здравствуй. Со всех городов тебе передают привет и хотят приехать к тебе, чтобы наслаждаться всеми этими невероятными моментами кайфа и удовольствия. Волна пока маленькая. Ну, пора зминаться, подкачаться, как говорится, можно будет в полной мере. Доброе утро нашим кайтерам и фантастика. Ну что, давайте мы тоже с вами ворвемся немножко в море, а затем уже отправимся еще и по Витязево прогуляться. Меня просили улицу мира показать. КОНЕЦ 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 Сколько много народу тут, молодежи. На пляже. Я уже с вами общаюсь после того, как я вылез из моря. Смотрите, не знаю, будет на камеру видно или нет. Вот так вот. Руки тоже, смотрите. Там, где был вот это, лучше-то часы. Вот где гидрач, там пошло белое, а тут руки как будто грязные. Ну и, собственно, лицо. Я даже по камере побежу, что я стал негром. Друзья, отправляемся в Витязево. Сегодня, вопреки прогнозу, задул отличный ветер. Ребята там продолжают катать. Я два часа просто закайфовался. Можно было брать меньше размера, но перекачиваться не хотелось. Из-за этого больше не могу. Мышцы все гудят, болят. Едем на параливе улицу Мира. Пока Олег купается в реке, пацаны снимают топ-контент. Отлично. Главное юмор в нашей жизни – это все. Поворачиваем на улицу Черноморскую. Пустовато, никого нет. И уже двигаемся до самой параллели. Смотрим. Ух, какой ветер продувает. Плотненько, так я бы сказал. Направо перелог Приморский. Там можно на улицу Мира попасть с него. И здесь у нас строительство. Вот тут какие-то изменения. Мой лидинг идет. Перекладывают плитку, добавляют торговые площади и павильоны. Ну, как бы изменения в плюс – это хорошо. Там самое главное, что еще и делают благоустройство. Здесь, с правой стороны, повесили фонарики уже частично. Обещают, что их больше должно быть. Вот это возле столовой Парфенон все это делается. Ну, мы остановимся возле параллели, но пойдем по Южному проспекту же дальше пешочком на улицу Мира. Ну, посмотрите, как дальше тут художники разрисовывают и делают красиво все эти панно на параллели. И все-таки я предлагаю из атмосферной такой параллели пойти по Южному проспекту. Тут меня просто привлекло внимание. Думаю, ну, давайте глянем, что тут уже красивого. Смотрите, ребята, тут замеры снимают. Вот, ребята, будут ремонтировать наконец-то надпись «Витязева». Мы доплакались. Ура! Это просто счастье. Кстати, много людей в «Витязево». Девчонки всякие тут ходят, мальчонки. И еще, я думаю, в скором времени уже будут открывать и первую столовую чуть-чуть остается. Здесь мини-маркет работает и остановка. Это заодно, вспомнили, тут скамеечки симпатичные. Сидеть нужно чисто все. Тут, ребята, ходят мусор с другой стороны, убирают, делают наш поселок чистым. Подкрашиваются. Вот это, опять-таки же, кариофили. Петр, спасибо большое ему за наводимый здесь порядок. Тут Dolce Vita, гостевой дом. С левой стороны Аврора, отель находится. Здесь у нас деревянный такой гостевой дом по малаконии называется. И дальше у нас Парнсболе. Слетело название того гостевого дома. Потом гостевой дом Алеша. Здесь у нас фрегат есть. Золотые пески. Зеленые кустики. Уже новая свежая зелень с великолепным ароматом. Прям дышать хочется ей. Щупать, прикасаться. Вот насколько это все красиво. Сегодня по Анапе с утра ехал у нас на Кате Соловьяновой. Уже вовсю стригут газоны. Потому что травы, можете увидеть, как много выросло. За ним Хилас, гостевой дом. Там, где был пожар. Видно, что верхний этаж полностью демонтировали. И, я так понимаю, его будут делать с нуля. Ну, в принципе, реально успеть все до сезона. Я надеюсь, что так и будет. Ребятам желаю, чтобы успели. Конечно, трагедия, когда вот так бац, приходит пожар. И таких вот делов наделывает. Хорошо, что соседние гостевые дома не пострадали. С левой стороны гостевой дом Парадис находится. Дальше у нас Зодиак. Эти оба есть на обзоре. А с правой стороны у нас гостевой дом Понтас. Здесь у нас улица Мира. В ту сторону уходит глубоко Витязева. Тут у нас по Южному проспекту еще много разных отелей. А это у нас крытый спортивный комплекс. Витязь называется. И мы двигаемся по улице с гостиницами, чтобы было более наглядно. Здесь парковка от Зодиака находится. Тротуары. Тут никаких изменений нет. Сейчас тоже, возможно, проходят какие-то соревнования здесь. Потому что детей, по крайней мере, очень много здесь имеется. На Зодиаке тоже смотрю какие-то ремонтные работы происходят. То есть тоже ребята готовятся к сезону. Гостевой дом Астория. Три звезды он есть на обзоре. Вот, теперь вижу тот гостевой дом Сапфиру. Здесь у нас Бавария. Строит очередной какой-то торговый комплекс. В общем, эту улицу тоже пытаются превратить полностью в торговые павильончики. Мы же двигаемся дальше. Впереди у нас Золотое Рено. А само Золотое Рено у нас есть на обзоре. В прошлом году оно было салонклюзивом. Смотрите, более свежий обзорчик. Потому что я его снимал неоднократно. Отзывы хорошие. У них свой трансфер на пляжик. Этот отель тоже могу вам советовать. В принципе, который я снимал, мне все очень даже нравятся. Смотрите, что шашлыки продают. Кафе заработал на улице мира. А вы удивляетесь, ребята. Вот как раз-таки у Золотое Рено оно и функционирует. Вот шашлычки-машлычки. Welcome. Приходите, друзья. Так что если вы сейчас даже приедете, вот торговая точка с шашлычком первая уже есть. Туда вовнутрь въезд. Там самый известный называется французский квартал отель. А здесь у нас Марина. Гостевой дом. Тоже старинный отель такой. Видите, с развитием, бассейнами. Все хорошо. У них хорошая территория. Озелененная. Отзывы тоже классные. На обзоре у меня его нету, к сожалению. Может быть, когда-нибудь будет. Вот со стороны выглядит этот комплекс. Марина. Дальше здесь участок не застроенный. Наши местные предприниматели сделали вот здесь у нас небольшой бетонный проход. И стало классно проходить. Следующий гостевой дом называется Патра. Я его не снимал, но люди приезжают, отдыхают. Подписчиков здесь встречал. Говорили, что здесь хорошо. Здесь у нас гостевой дом Иляда по прямой находится. Или что, кстати, сюда приедет отдыхать на обзоре. Он есть, ребята. Тут хорошая стола по прямой. Сейчас здесь перекрыли вход, потому что идет ремонтная работа. И посмотрите, какие здесь магнолии цветут. Вау. Распустились. Очень красивое дерево. Побольше бы таких у нас высаживали. Было бы очень красиво на это ходить, смотреть. Потом и зеленые классные стоят. Магнолия, наверное, идеальное дерево для юга. Но цветы опадают, конечно, убирать надо. Но все равно это очень красиво. Такое дерево с большими бутонами. И вот это такое прям нежное. Розово-белое. Тоже очень красивое. Здесь у нас потихонечку тоже идет подготовка этой улицы. Ну, каких-то таких масштабных работ мы, в принципе, не видим. Дальше у нас улица Мира. Продолжается уже с левой стороны база отдыха Дюна. А с правой стороны, ну, большое количество однотипных таких отелей и торговых павильонов. Здесь каких-либо изменений я не наблюдаю. Сюда по прямой советовал бы тоже сходить на пляж. Там за курортным поселком. Влево Лук Витязь называется пляж. И там людей поменьше. И они пошире будут здесь. Хотя тоже, наверное, с того момента, как перестали ездить сюда маршрутки, стало не так уж и много на Мира людей. С левой стороны появляется новая гостиница. Тут довольно-таки интересные изменения. Потому что неожиданно территория Дюны начинается. Там всякие домики у них на территории. Тоже какие-то ремонты в этих домиках идут. Я смотрю, что кровлю меняют. Ну, а здесь, собственно, все замерло. Никаких изменений нет. Ну, вот гостиница, то, что здесь, бац, новенькая появляется уже. С правой стороны желтенькая. Это прям вау. Здесь вот в повороте я смотрю, что продолжает благоустраиваться гостиница. Но как-то вот именно здесь это медленно происходит. Может, когда-нибудь там прогуляемся по улицам, посмотрим, что там и есть. Но пока смысл это особого не имеет. Даже асфальта нет. В такой-то вот прибрежной зоне, где деньги косятся с воздуха. Да, если бы, наверное, сухогруз не уехал, то здесь было бы такое бешеное развитие территории. Но сейчас все закрыто, тишина и спокойствие. Ждется следующего сезона. До него все меньше остается. Единственное, что сейчас подхожу к морю, и ветер, который в прогнозе должен был стихать, он тут еще сильнее становится. Главное, чтобы я не замерз. Потому что что-то 19,6 градусник показывает. Холодно становится. Тут у нас улица Мира упирается в дюны. Столовая. Гурман есть. Тоже отличные отзывы. И тут большой выбор гостевых домов. Допустим, впереди есть Венера 4. Потом Идеал стоит. Идеал есть на обзоре. Потом 7 Адмиралов, который мне очень понравился. Тоже есть на обзоре этот отель. Смотрите на канале с премьерными номерами. И пользуйтесь, отдыхайте, получайте, как говорится, удовольствие. Видим, что здесь тоже ремонт в идеале идет. К следующему сезону ребята готовятся. Поворачиваем направо. Здесь у нас по прямой дюны, море, красота. Вот это наше достояние. То, ради чего вы сюда приезжаете. То есть, отошел от гостей, здесь становится теплее. Гораздо песок прогрелся. Сегодня, повторяю, сегодня было 27 градусов. Это не на солнце в Анапе. Я иду, как прохладный ветер. А от дюн идет тепло, как от печки. То есть, они аккумулируют это тепло и сейчас отдают. Сейчас порыба выше 10 метров в секунду, поэтому песок метет. Когда не метет песок, а просто ветер, это значит ниже 10 метров в секунду. Красота. И поворачиваем камеру в обратное направление, чтобы вы оценили как раз таки первую линию. Все отели, которые здесь имеются. Какой ветерочек классный. Здесь уже полностью все арарии выставлены аж до пляжа мира. И как метет песок. Фантастика. Я настолько сейчас люблю ветер, что мне это все в радость. С левой стороны мы видим, как укладываются кучки с мусором. Это говорит о том, что уже вовсю наводят порядки. Убирают даже мелкие палочки. Красота, ребят. Для вас все готовится. Как говорится, вам только собраться, приехать и наслаждаться нашими лучшими местами. Как красиво переметает песок через пляж. И туда аккумулируется дальше на дюны. Как раз таки растение сдерживает его. И он остается здесь. Красота. Кайтеров, я смотрю, уже нету. Все накатались, прохватили по максимуму и разбежались. А в праздозе ветер сейчас должен был стихать. Его вот такого уже не должно было быть. Смотрю, что пляж Локвитязя тоже с правой стороны уже. Устанавливают там вагончики, домики. То есть все как-то прям в этом году загодя готовятся. Это прям нереально. Потому что с одной стороны вроде зачем так рано. С другой стороны, вот сейчас ребята красят. И потом вы приедете, а краска уже вонять не будет. Спокойно будете отдыхать. Не будете пачкаться, ничего. То есть все делают для того, чтобы вам было здесь хорошо и комфортно. И под Эрариями провазим к морю. Ой, какой песик, смотрите. Классный. Красота. Ну, еще раз в море заходим. Море опасное, ребята. Вот если бы сейчас вы отдыхали, вам бы сказали о том, что купание запрещено. Очень сильное боковое течение. Я вам это подтверждаю, потому что я только что 2 часа провел в море на кайте. Я все это ощущал, все это знаю. Но по-хорошему, я вот то, что вижу, для меня это даже не волнение моря. А для вас это смертельно опасно. Просто так смотрит на море подготовленный человек. Есть еще те же, кто под алкоголем. Они так же на море смотрят, думают, что это лужа. Вода волнуется какая-то. А потом мы их спасаем, вылавливаем, либо уже утонувших. Поэтому всегда слушайте внимательно спасателей. Они знают больше о море. Если говорят вам о том, что купание запрещено, то купание запрещено. Вот сегодня ветер боковой, южный. Он дует у нас вот под таким направлением из-за Анапского мыса. И при этом создается очень сильное боковое течение, которое вас может просто занести на яму, перенести. Вы ноги ставите, и от испуга можете утонуть. Вот именно так я чуть не утонул в детстве. Поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны. Я от души вас прошу. Ух, замерила все-таки температуру 15,4 на сегодня. Поэтому вода и не обжигает, и ноги не слой. После 15 вообще море становится классно и комфортно. Купайся, как говорится, в удовольствие. А с 18 уже разрешено официально купание в море. Мы подходим. Здесь два трупа уже разложившихся чомги. То есть птицы погибают не у нас. Сегодня, катаясь на кайте, я наблюдал, что огромное количество трупов птиц из моря несет к нам в берегу. Там валяются, вот там они подплывают к морю. То есть их очень много. И сейчас начнет их выкидывать. То есть это они погибли не у нас здесь, а погибли где-то. Вот еще одно, вот смотрите, тоже дохлое. Вон еще одно дохлое. То есть когда был какой-то у них мор, они бы вылазили на берег и погибали. А это вот прям дохлые птицы плывут откуда-то оттуда, вот с Турции, с моря. То есть это можно подозревать даже какую-то, знаете, кто-то их поубивал, либо отравил чем-то. И они теперь плывут к нам сюда разлагаться. В общем, нашим службам надо быстро эти трупы убирать и увозить отсюда. Но тоже соблюдая сам безопасность, потому что трэш полнейший. Ну вот мы впереди идем. Смотрите, еще несколько дохлых птиц. Простите, конечно, что это попадает в видео, но для меня это кажется такая жесткая беда. Вот. Они уже причем разложившиеся. Посмотрите, сразу четыре части, ну четыре тушки дохлых птиц в одном месте. Вот пятая лежит. Жесть, да? Вот и мне так кажется, что вот это вот все надо очень быстро ликвидировать. Это как биологическая опасность. И подходим к центральному пляжу. Здесь уже у нас тоже эрарии выставлены. Там они окрашиваются. Я думаю, скоро и здесь это сделают. Смотрите, еще одна. Смотрите, сразу одна. Чуть поодаль еще одна птица дохлая. Построить дополнительное сооружение возле пирса с правой стороны не получилось. Его опять смыло. Начали строить спереди его. Здесь у нас птички, скамеечка появилась. Прям красота. Тут я смотрю, что повыкапывали все, что было перед пирсом. Посмотрите, сколько здесь металла насобирали в одном месте. Туда дальше пляжи пустые, но везде уже стоят мешки. То есть берег горя у нас убирает. Как я и говорю, я радуюсь в этом году, как работают наши службы. Вот весь-весь берег в мешках. Молодцы, спасибо им большое. И дальше выходим на параллию одним глазком. Посмотрим еще, как здесь дела обстоят. До туалета, который уже отреставрировали. По крайней мере, снаружи стенку починили. Значит, в этом году на центральном пляже, видите, зелёд тоже будет. Это очень радует. И вокруг нас метет песок. И так же он повыгонял людей из пляжа. Хоть и погода хорошая, но на ветру не все долго выдерживают. Ого-го-го-го. Тут, я смотрю, уже подготавливали к тому, чтобы начать убирать песок. Вот отсюда его вскорнули. Но тут опять пришел ветер, опять все заносит песочком. Песчаная буря нанесла прямо вот здесь много. Вот такие горы у нас получились. Но здесь проход расчистили. А мы босиком по параллии. Последняя надежда называется. Мусорка. Дальше нет. И вокруг нее тут прям мусор складывают. Причем те остальные так более-менее нормально выглядят. И здесь жалко сосны. Они, видите, все от ветра практически погибают. Здесь у нас впереди идет ремонт, украшивание, подкрашивание. Сделали тоже такой деревянный настил. Рядышком с торговыми павильончиками. Там аквапарк у нас находится. Ну вот тут вроде бы пустота, тщина и красота. Ничего такого волнового еще нет. С левой стороны дюна. Тут у нас на этой площади никаких тоже изменений нету. Это перед основным выходом из параллии. Ну и все замерло. Ждет, когда же вы приедете. Начнется движух. То начнутся открываться все эти торговые точки с левой стороны. И развлекательные заведения. И общепить с правой стороны. Здесь у нас пальмы открытые. Радует, что они выжили. Там что-то растет, наверное. Бананы, кокосы ждут нас этих пальм. В левую сторону тоже пока пусто. В правую сторону у нас возле Ориона вовсю наводят порядки. Делают чистоту. Совграмм пока решился одной буквы. Сверху интересно, куда она упала, как думаете. Здесь у нас еще базы отдыха находятся. В самом внутри в Орионе чистота и красота. Тут, видите, тоже хотят прилегающую территорию с керфером помочь. Большие молодцы, ребята, что наводят все эти порядки. С левой стороны пока непонятно, что здесь будет. Если кто-то знает, обладает информацией, пишите в комментариях обязательно. Я думаю, что в скором времени ребята начнут жарить шашлычки. Здесь у нас гостевой дом Итаки. Туда дальше находится вправо Эмеральд. Который можете увидеть. Здесь тоже в Итаки проводят косметические работы. Делают красивый свой гостевой дом. Большие молодцы. С левой стороны грин-бар тоже готовятся уже к открытию. Они одни из первых на пароле вообще открываются всегда. Но пока еще тишина. И гостевой дом Гаргипия у нас также имеется на обзоре. Смотрите на канале. Я уверен, вам понравится. Ничего на свете нету. Лучше, чем зеленые листочки. Красота. Доходим мы уже до кафе-встречи. От люксора, кстати, осталось это название. Гостевой дом, в принципе, так тоже называется. Пальмы хорошо, что укрывали. Они тоже здесь пережили сезон. И они здесь укоренились. То есть там вниз пробита грунт, земля. И с подогревом спокойно все стояли. Здесь на Александриском проезде тоже пока тишина и спокойствие. А здесь у нас Меридиан. Тоже один из первых всегда открывается. Но пока тишина. Двигаемся дальше по паролею. Квест-эксперимент. У нас находился и магазин Копеечка на первом этаже. Интересно, стрельнул у них у ребят этот квест? Или не стрельнул? Ну, здесь все без изменений. Хотя с левой стороны кафе-ван у нас потихонечку что-то делают. В общем, работы, подготовки сезона они тоже начали пораньше. Тоже большой молодцы. Надо готовиться, делать, чтобы людей встречать. Чтобы все было красиво и хорошо. Готовят там неплохо. Музыка отличная. Помещение, как бы классный кафе-ван. Тоже хорошие отзывы. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь. Здесь у нас что-то огородили. С правой стороны кафе-причал находится. Там у нас атмосфера была. Здесь у нас потихоньку ребята начали готовиться к сезону уже. Выставили ограждение. Здесь в этом году территорию, как сказали нам, расширили они. И туда дальше надо будет уходить. То есть будет больше столиков. Видите, насколько популярное заведение с кафе-караоке. Играют музычка. Все равно не вынадельно вальма. Фридгат пока молчит ждет сезона. Ну и с правой стороны здесь ребята, как я вам вначале показывал, проводят улучшения. И художники работают над красотой. Вот караоке спрашивают, да, его действительно в этом году нет. И больше, скорее всего, здесь не появится. Хотя, кто его знает, может быть и вернется обратно. Играет музыка.